Истоки Это тот институт, который сделал меня специалистом, который дал мне прекрасную профессию. Знания Самое главное, ради чего есть медицинский университет, это все-таки обучение людей врачебной специальности. Традиции Преподавательская традиция. Передавать и свой опыт, и свое знание, и свой профессионализм последующим преподавателям. Профессионализм Искусство врачевания – это не только техника, это еще умение услышать, увидеть. Стремление То учреждение, образовательное учреждение, научное учреждение, которое сегодня генерировало целую плеяду ученых, которое создало имидж Новосибирской области. Доброта Ответственность Любовь Любимая работа-то она не утомляет, позволяет наоборот мне зарядиться, наверное, какими-то позитивными эмоциями, энергией. Как можно себе представить, что такое мир? 80 лет. За 80 лет, двигаясь со скоростью света, можно долететь до созвездия Большой Медведицы. За 80 лет Солнце 29 тысяч раз взойдет и скроется за горизонтом. 80 лет — это человеческая жизнь, от рождения до старости. 80 лет. Хочу, чтобы все люди даже в 80 лет были здоровы и улыбались. Я стану врачом и буду помогать людям. Врачи всех вылечат, и люди станут счастливыми и здоровыми. Мне кажется, что я смогу, окончив вуз, дарить радость людям, здоровье и красоту. Врачи находятся с человеком рядом на протяжении всей его жизни, от самого рождения. Врачу человек доверяет самое драгоценное, что у него есть — свое здоровье, свою жизнь. На протяжении всей истории человечества люди пытались победить недуги и болезни, накапливали знания, передавали их из поколения в поколение. В Сибири сразу после окончания Гражданской войны открывается вначале Омский медицинский институт, затем Иркутский медицинский институт и Новосибирский медицинский институт. В Новосибирске медицинский институт был открыт в 1935 году. Одновременно с его создания началось бурное строительство городской больницы номер один, которая стала одной из основных клинических баз нового института. Первый выпуск института пришелся на 1941 год, начало Великой Отечественной войны. Они выпустились в июне и пошли на фронт. Дух вот этот вот наших ветеранов, наших медиков, которые подарили нам и мир, те, которые после вернувшись в войну обучали, учили, были наставниками многих других, и студентов, и медиков. Важные перемены в университете начались в послевоенные годы. В 1960 году развернулась работа по совершенствованию учебного процесса. Началось строительство общежитий нового учебно-лабораторного корпуса. За дальнейшие годы существования института сменялись руководители, время, эпоха, да и страна в целом. Теперь университет живет, работает и обучает врачей нового поколения в новой возрождающейся стране. За 80 лет из стен медицинского вуза вышло около 40 тысяч специалистов с высшим образованием, которые сегодня работают в Новосибирске, Новосибирской области, в отдаленных районах нашей страны и за рубежом. Все 80 лет в новосибирском медицинском вузе всегда работали целеустремленные, достойные, состоявшиеся врачи, которые отдавали всему себя служению основной своей задачи, учили наших студентов врачебной деятельности. Я недавно встречал наших выпускников в европейской части. Иногда бывает очень приятно увидеть своих однокурсников в Липецке, в Чебоксарах. Очень хорошо все отзываются о нашем вузе, о том времени, когда мы научились в нем. Я искренне горжусь, что я являюсь выпускником всего медицинского университета. Я думаю, любого человека, кого вы спросите сегодня о рабочей системе, мы все гордимся нашей альмаматор, которая дала нам не только великолепное медицинское образование, но и просто житейская мудрость. Сегодня сложно представить себе процесс обучения и подготовку молодого специалиста в сфере медицины только с помощью лекций, учебников и конспектов. Все распространение – современные технологии. Технические средства обучения позволяют сделать процесс подготовки будущих врачей более эффективным. Внедрены новые формы обучения и контроля знаний. Результативность качества подготовки студентов подтверждается не только внутривузовским контролем знаний, но и независимой оценкой – призовыми местами студентов университета на медицинских олимпиадах российского уровня. Именно из этих ребят мы завтра выберем тех, кто будет работать в клиниках. Преподаватели университета свободно владеют сегодня компьютерной техникой, активно создают и размещают на сайте университета электронные обучающие курсы, наполненные современным образовательным контентом – 3D-анимация, видеофильмы, интерактивные ситуационные задачи. Активно используются не только симуляционные, но и другие современные образовательные технологии – дистанционное обучение, электронное обучение, интерактивные технологии. Медицина – это как раз тот раздел профессии, когда такой принцип, что «делай, как я», является одним из важных. Я старался на протяжении всех вот этих лет привлечь преподавательской работы состоявшихся врачей. Можно говорить, сколько угодно какой-то хирург, но ты встань за операционный стол, и все увидят, да, и никто там уже не будет смотреть, там есть ли я, там, степень кандидата, доктора, наука, академик-то или нет, из операционного стола будет видно, какой из себя хирург, там, гинеколог, анестезиолог. Университет сегодня – ведущий медицинский вуз Сибирского федерального округа. На протяжении уже многих лет Новосибирский государственный медицинский университет входит в десятку лучших медицинских вузов России по результатам оценки Министерства образования и науки России и независимых экспертов. Университет осуществляет подготовку медицинских кадров для города, Новосибирской области и региона в лучших традициях классической медицинской школы на основе современных технологий обучения. Обучение осуществляется по пяти образовательным направлениям на восьми факультетах. Лечебный факультет. Студенты обучаются по специальности «Лечебное дело» и получают квалификацию врача. Педиатрический факультет. Студенты обучаются по специальности «Педиатрия» и получают квалификацию «Врач-педиатр». Стоматологический факультет. Студенты обучаются по специальности «Стоматология» и получают квалификацию «Врач-стоматолог». Фармацевтический факультет. Студенты обучаются по специальности «Формация» и получают квалификацию «Провизор». Медико-профилактический факультет. Студенты обучаются по специальности врач. Врач-биохимик, врач-биофизик. Факультет менеджмента. Студенты обучаются по специальности экономист-менеджмента в сфере здравоохранения. Факультет социальной работы и клинической психологии. Студенты обучаются по специальности клинический психолог, социальный работник. Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей. На факультете проходят профессиональную переподготовку и повышают квалификацию действующей врачей. Сегодня совершенно неприемлемо осваивать свои практические навыки студентам на пациентах. Это категорически запрещено действующим российским законодательством. Поэтому в университете работает Межрегиональный образовательный центр высоких медицинских технологий, включающий в себя 9 учебных и 2 лекционных аудиторий, оснащенных фантомами-симуляторами, интерактивными тренажерами, роботами-пациентами и виртуальными симуляторами. Фантомы, интерактивные куклы, которые позволяют 10, 20, 30 раз высокотехнологичные методики, манипуляции отработать до автоматизма, что позволяет уже выпускнику медицинского вуза безопасно и смело применять свои практические навыки непосредственно в работе. Среди оборудования хочется особо отметить роботов-пациентов. В первую очередь это робот-пациент ИСЕС, который имеет более 40 сценариев клинических, имеет 10 параметров жизнедеятельности. Он спрограммирован так, что изначально, начиная лечение, наши обучающиеся не знают, чем оно закончится. И только в процессе лечения, в проведении диагностических манипуляций, назначении лекарственных препаратов, жизнедеятельность робота будет изменяться. И мы сможем оценить, насколько эффективно был процесс обучения, насколько эффективно оказана медицинская помощь. Университет продолжает сотрудничество с институтами СОРАН, учреждениями практического здравоохранения. Лечебная, учебная, научная работа сотрудников клинических кафедр проводится на клинических базах больниц Новосибирска, диспансеров и поликлиник города, а также институтов федерального подчинения. Мы активно взаимодействуем с медицинским университетом по разным направлениям. Медуниверситет является важнейшим донором кадров высшей квалификации, то есть мы сейчас расширяем активность по привлечению в совместную аспирантуру студентов. Созданы специальные группы особо одаренных студентов, которые обнаруживают хорошую склонность к занятию наукой и с высокой мотивацией заниматься научными исследованиями. Поэтому для нас это очень такой серьезный, хороший партнер. Сегодняшний выпуск НИК Новосибирского медицинского университета, он очень значимо вырос. И люди приходят действительно достаточно с такой активной позиции, с пониманием того, что они пришли сюда не то, чтобы отсидеть два года, получать какие-то корочки, но они приходят с амбициями. Из таких людей, конечно, вырастают уже, скажем так, звезды. Нашему университету удается качество обучения на высоком уровне сохранять, и поэтому наши выпускники, они востребованы. Университет имеет довольно широкую сеть зарубежных партнеров. Это вузы Германии, Италии, Китая, Японии, Казахстана, Украины и других стран. Это дает возможность студентам и преподавателям обменяться практическими знаниями и навыками с иностранными коллегами. Я как раз пришла в 1999 году. Это было 8 иностранных студентов из Пакистана. Сейчас у нас 372 иностранных студентов из более чем 15 стран мира. В Новосибирском государственном медицинском университете уже на протяжении длительного времени существует департамент воспитательной и социальной работы, задача которого профессиональная ориентация, воспитание у студентов уважительного отношения к профессии врач, факультету, университету в целом, а также к своим педагогам и коллегам. Департаментом активно ведется работа со школьниками школ города Новосибирска и районов области. Проводятся профориентационные акции в учебно-профилактических учреждениях нашего города, где рассказывается об университете, об условиях поступления, об особенностях обучения. Школьники, пришедшие на встречу, могут пообщаться с главным врачом, с ведущими специалистами больниц, в которые они приходят. И потом организовывается экскурсия по больнице, чтобы ребята могли увидеть, как больница устроена, как она функционирует, пообщаться с врачами. Это позволяет нам отбирать наиболее мотивированных, заинтересованных школьников для прихода, для обучения в наш университет. Я хочу быть врачом-генетиком, и именно поэтому я поступила в специализированный медицинский класс. Чтобы была возможность углубиться в познание этой профессии и в будущем поступить в медицинский университет, где я смогу реализовать свою мечту. Я с 14 лет уже захотела стать врачом, и в 17 лет осуществила свою мечту. Я поступила в Новосибирский государственный медицинский университет. Эта профессия очень сложная, это кропотливый труд, но то удовлетворение, которое получает человек, врач, когда видит результат своей работы, он того стоит. Мне почти 17, я уже выбрал свою профессию, на которую я хочу пойти. Я хочу стать хирургом. Ты стоишь у операционного стола и просто помогаешь людям, ты спасаешь им жизнь. Наша профессия все-таки ближе к искусству, чем к какой-то такой технократической, что ли, профессии, где все расписано. Тут каждый раз всегда приходится думать. Помимо знаний, опыта, умения, должно быть еще определенное такое состояние души, харизма, что является одной из важных составляющих стоящего хорошего врача. 80 лет для человека – зрелость, опыт, мудрость. 80 лет для университета – это молодость, развитие, преемственность поколений. Во все времена мы учим лечить людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Оя КRIамина Субтитры создавал DimaTorzok